Всем доброго времени суток. YouTube-канал за перенеями. Меня зовут Денис. И сегодня я решил поснимать немножечко пляж Аликанте. Пляж, который называется Постигет. Эль Постигет. Такая у нас сегодня атмосфера. Очень надеюсь, что меня будет слышно. Хотя, в принципе, тоже сегодня не планирую что-то особо рассказывать. Просто показать вам атмосферу на нашем пляже городском. Как вы видите, люди даже некоторые купаются. Где-то человек, наверное, 7-8 уже купаются. Туристов, если честно, не так много. Но я слышу периодически английскую речь. Французскую, голландскую, немецкую. То есть, в принципе, кто-то уже доехал сюда. И, кстати, наших тоже прибавилось. То есть, русскоговорящих то ли люди вышли как-то более активно из-за солнышка, то ли кто-то даже приехал. Так что сезон, можно сказать, потихонечку начинается. Понятно, что еще температура не такая теплая, не такая приятная, может быть. Сегодня у нас пятница. По времени даже не сориентирую. Наверное, где-то около часов. Где-то, может быть, часа два. Вот такие у нас тут виды. Море чистенькое такое, классное. Конечно, это не пляж Сан-Хуан, который более такой длинный и, собственно, в несколько раз больше. И там, я бы сказал, конечно, ну, наверное, пляжная линия такая, ну, что ли, поинтереснее, поскольку он такой большой. И там практически никогда не бывает такого, что большое слопотворение. Но, как для городского пляжа, я считаю, что пляж по Сигет вполне себе классный. Учитывая, что до него, ну, до этого пляжа можно дойти, в принципе, там от нашего места жительства где-то минут за, ну, пусть 20 таким пешим шагом. Хотя я, в принципе, подвигаю и иду за где-то 10-15 минут, то есть минус. Ну, понятно, что кто где живет и, в принципе, ходят автобусы. Вдоль линии пляжа, кстати, ходит еще трамвайчик, который как раз можно вот с этого пляжа уехать, например, на пляж Сан-Хуан. Примерно где-то тоже, ну, 15 минут, может быть, надо будет ехать. И вы окажетесь вот там далеко, за теми домами начинается пляж Сан-Хуан. Но, опять же, плюс, например, пляжа по Сигет в том, что здесь не так часто бывают волны. На пляже Сан-Хуан, конечно, как правило, поскольку море более открытое, очень большая такая полоса, прямая практически. За счет этого, конечно, больше волн, больше вента. И вход, ну, скажем так, чтобы заходить, чтобы более так комфортно зайти, нужно идти достаточно далеко. А здесь, вот, например, видите, люди купаются. Ну, не знаю, сколько метров, но не так далеко они нашли. И уже где-то им по поясам и так далее, по грудь. Знаменитая горябина Кантиль, скрепостью Санта-Варвара. Основная достопримечательность города Аликанте. А, кстати, да, уже на пляже дежурят спасатели. Я вот видел вдалеке. Скоро здесь появятся, возможно, шезлонги в прошлом году. Ну, понятное дело, что народу будет не так много. Но, опять же, вот то, что вы видите сейчас, это считается очень мало народу. То есть, скажем так, в июне месяце прошлого года, хотя была пандемия, и Сана была закрыта, собственно, она остается закрытой. Намного было больше народу. То есть, еще просто температура не такая, очевидно, теплая, воды. Ну, сейчас вот, например, где-то 19 градусов тепла, температура воздуха. То есть, соответственно, когда это будет все 25, там, 27 и 30, то, естественно, народу будет больше. Вот. И вот сможете сравнить, поснимая вам, как будет здесь в июне, в середине мая, в конце мая. И посмотрите, сколько здесь народу. На самом деле, и без иностранных туристов достаточно много приезжает из центральной части Испании, из Мадрида, севера Испании. В принципе, даже из юга Испании приезжает сюда, потому что здесь намного теплее вода, чем, например, в Андалуси, Мадрии и других местах. Не массово, но я знаю некоторых испанцев, которые именно специально приезжают в Крамунидад-Валенсиана из-за температуры воды. В общем, всем пока. Пишите комментарии, вопросы. Как я уже говорил, попробую сделать стрим, возможно, в воскресенье. И сделал анонсик, отвечу на вопросы, может быть, кто-нибудь подтянется, о чем-нибудь поболтаем. Вообще, конечно, жалко, что камера не передает воздуха морского, это просто непередаваемо. Мне прям не хочется прекращать съемку, хотя понимаю, что это все не передастся на сталь. Так что, всем удачи, всем пока. Город Аликанте, Испания, 2021 год. Потихонечку начинается сезон.